Всем привет! Скажите, пожалуйста, как вы работаете с сообществом? У нас сегодня с вами тема сообщества. Я вам расскажу свои фишечки, которые я начала делать с 12%. Рост есть, идет результат. То есть я отрабатываю структуру не только письмами, но я еще и стараюсь, как даже сказать-то, отработать людей через сообщество. Привет, Катюш! Кто как отрабатывает? Вообще работаете ли вы через сообщество Фаберлик? Мне вот это вот сейчас интересно очень. Директора, конечно, работают. Директора работают. Акции, новости по личной группе. Да. То есть только так, да, работаете? Только письма. Письма по акциям и так далее, и так далее. Вот смотрите, что я делала. Я это рассказывала на вебинарах по активному росту. Но так как там сейчас сделали так, что только больше рекрутинга, да, по вебинарам по активному росту, все же у нас много появилось новых топ-лидеров, которые не видели те вебинары, которые я вела. Я бы хотела это внедрить хотя бы с топ-лидерства, чтобы топ-лидеры уже были более подкованнее, да, в работе по сообществу Фаберлик. Так, скажите мне, пожалуйста, видно ли вам мой рабочий стол? Потому что это у нас будет без презентации. Я буду все это делать в живом режиме. Кому не видно F5 и будет видно, просто перезайдите. Так, Людочка, перезаходи. Даже если не видно, я надеюсь, будет запись. Так, ну, видно, большинству видно, да, я вижу, что троим только видно, да. Так, 16 человек. Давайте поактивнее, поактивнее. Кому видно, кому нет. Уже видно, да, Люд, перезашла. Все, отлично. Давайте тогда с вами будем смотреть. Значит, я сейчас зайду в свой личный кабинет. У меня закладка сразу на раздел «Моя структура». Что хочется сказать. Так, это структура, структура. Так, значит, вот оно у нас сообщество, когда мы в него проходим. Смотрите, значит, все, что вы заполняете в разделе «Личные данные». Сейчас я открою эту вкладочку, вдруг кто-то не знает, да, одну минуту обсудим. В разделе «Личные данные» у нас с вами есть контактные данные. И в контактных данных все, что мы с вами заполняем, оно отображается в сообществе. То есть, в контакте, одноклассники, фейсбук, мой сайт какой-то, да, как видите, тут стоит пока мой блог. Скоро у нас будет новый сайт с новыми лендингами. Я свой лендинг уже сюда буду ставить и также нажимать «Сохранить применение». То есть, почта у меня рабочая, да, то есть, все-все-все рабочее. И мне это тоже очень все, как бы, нравится. Дополнительный телефон – это мой второй сотовый. Вот. И, как бы, я, это основной мой телефон. То есть, меня можно найти по двум номерам. И вот то через сообщество, как вы видите, и светится. То есть, когда лидер заходит, допустим, он хочет меня найти в контакте, да, если у него нет скайпа, он зашел в мою структуру, он меня нашел в контакте. Также легко он меня может найти на фейсбук. Также легко он меня может найти в WhatsApp, Viber, Telegram. И также легко он меня может найти, так, одноклассники, одноклассники, что-то я выпустила. А, вот, одноклассники. Да, также он легко может найти меня в одноклассниках. То есть, вот эта вот системка, она очень хорошо работает. Если вы будете работать через сообщество, вот эти вот основные странички, да, основные ссылочки на странички в разделе «Личные данные», пожалуйста, впишите. Да, впишите, и тогда у вас все будет здорово. Вот, скажите, пожалуйста, все про это знали, плюсики-минусики, и поедем с вами дальше. Все знали, да, информация не новая. Ну, все, отлично, молодцы, умницы, очень рада. Так, далее, значит, с вами поехали. В сообществе есть такая фишечка, что вы заходите в раздел «Моя структура». Все, вот это я как раз-таки делаю все время, как сказать-то, раз в три дня. Детально, когда мы с вами нажимаем «Детальный обзор по всем консультантам структуры», да, я всегда нажимаю «Личная группа», выбираю, да, «Личная группа», «Компания номер семь», и как бы вот нажимаю «Применить фильтры». И вот тут вся моя личная группа отображается. И я очень часто проверяю, добавлены ли у меня люди в друзья. То есть я начинала с этого. К примеру, да, то есть я смотрю, открываю ссылку несколько, да, людей, новой вкладочки, и смотрю, приходят ли им письма. То есть все мы с вами знаем, что новички, которые зарегистрированы в этом каталоге, они отрезаны от оповещений, ото всех оповещений. Им не приходит письма, им приходят письма только, начиная на следующий каталог, если они в вашей личной группе, да, потому что на вебинаре есть директора. И тут я проверяю, да, то есть, пожалуйста, да, людям приходят мои сообщения, я это вижу, что они приходят, и я этим довольна. Вот, смотрите, в чем тут фишечка? Фишечка в том, что на самом деле новички, вот вы, допустим, в начале этого каталога, да, сейчас до окончания каталога два дня, в начале этого каталога вы зарегистрировали новичка. Так вот ему через сообщество вообще ничего не приходит. Напишите плюсики-минусики, знали вы об этом или нет. Мне вот это сейчас важно, потому что у человека пик энтузиазма первые 72 часа. Вот, и я придумала кое-что другое. Друзьям всегда приходят сообщения, и я это называю такой, как даже сказать, своей любимой рутинной работой. Почему? Потому что сообщество нам дает то, что не даст ни одна почта, ни один скайп, ничего. Она нам дает постоянную надежность и неограниченное количество писем рассылать. То есть, мы можем в день 50 писем разослать, и у нас это будут неограничены, и люди в сообществе, да, внутри, в кабинете, они эти письма будут читать. Через сообщество можно, если у новичка нету ни скайпа, ничего, и он не хочет его заполнять, то не приходит Таня, не приходит, к сожалению. Я это проверяла и проверяла 10 раз, и в сообщество писала, то есть, только со следующего каталога. Новички – это люди, которые ни разу не сделали заказы с момента регистрации. Это новичок. Поняли, кто такой новичок для компании Фоберлик, для сообщества, для распечаток? Это новичок. Вот. Да, не получала. Вот смотрите, на вебинарах по активному росту я учила очень важные фишечки, и я поняла, что многие это не знают, и качество, не качество, вернее всего, оно пошло вглубь, да. Теперь поняла, почему не приходили письма. Вот. Я думаю, что тема – это важное. И, значит, что я делаю? Я отсортировываю личную группу, компания номер 7. Если вы это не делали до этого, то вам нужно сделать все целиком, то есть, вы не отсортировываете. Я сейчас нажимаю «Новички», да, компания личная группа, действующий каталог. Вот этот фильтр работает только на личную группу. То есть, если в вашей структуре, да, вот я вижу, на вебинар зашли директора, в вашей структуре уже есть отделившиеся директора, этот фильтр работать не будет, потому что это личная группа. Нажимаем «Применить фильтры», и у нас с вами выходят новички. И странно, почему нет данных за седьмой период, и, скорее всего, что-то не то, да. Ну, давайте возьмем тогда «Вся структура», «Вся структура», и нажмем «Применить фильтры». Будет, не будет показывать. Вчера все работало, да, вот смотрите, да, это новички вашей структуры за седьмой период. И будем с вами смотреть, да, будем с вами сейчас смотреть, да, как вы видите, в мою структуру пришло 2625 человек. Понятно, что, собственно, ручно я зарегистрировала человек всего лишь 40, да, половина по авторекрутингу, половина из соцсетей, одноклассники ВКонтакте, да, то есть вы знаете, что мы так и работаем в этих двух сетях, никуда особо не лезем, хотя девочки сейчас Facebook, Instagram очень активно используют, да, и еще начали использовать работу брендом, то есть это своего рода спамный метод, но без спама, то есть они не пишут личку, они спамят по группам, то есть как бы тоже брендом тоже работает здорово. Я недавно посмотрела вебинары, мне новичок задала вопрос, что за метод без спама, я посмотрела вебинар, то есть это тот же самый спам, только не в личку, а по группам. Вот, и, конечно, развивать свою брендовую страничку, это тоже здорово, кстати, и люди идут, идут на написанное, но в этом написанном должен быть какой-либо позитив. Вот, смотрите, значит, когда вы смотрите, да, вы можете посмотреть, приходят ли письма, да, вашим новичкам, давайте откроем троих, откроем троих, и им письма не приходят, да, видите, пусто. Я уверена, что они не приходят, потому что это новички этого периода. Даже если этот новичок в моей ЛГ, да, вот смотрите, да, тут приходит, потому что я предложила дружбу, я предложила дружбу, и письма начали приходить. То есть, что мы с вами делаем? Если письма не приходят, мы с вами нажимаем на имя этого человека, да, то есть, если у вас приток, допустим, 100-200 регистраций в каталог, вы это сделаете буквально за час. Я же сижу реально долго, да, то есть, смотрим всю ветку, да, ну, тут, скорее всего, так, скорик Екатерина Герасимова, ага, ну, это не мой человек, да, то есть, да, и когда вот, вообще-то, личная группа должна работать, я тут немножко замешкалась, потому что личная группа не работает. Так, смотрим дальше. Давайте возьмем третий, четвертый. И вот тут вот, значит, вы можете работать со всеми новичками. У меня же в команде есть директора, которые не любят, чтобы им помогали, потому что они очень самостоятельные. Поэтому я сейчас вам показываю, да, то есть, как смотреть директора, да, то есть, я смотрю, да, вот Щенникова Валя, да, она меня уже точно не наругает, да, и давайте посмотрим вот этому новичку, сообщения не приходят, да, смотрим, да, Селитренникова Галина Николаевна, да, вот, и вот еще, да, новичка посмотрим, Шалобродова Татьяна Викторовна, ну, вот, наши девчонки в нашем чате, которые сидят, наши директрисы, вот, что я делаю? Я каждого новичка добавляю в друзья своего, да, не важно, личная группа, не личная группа, я добавляю в друзья, и этому человеку, если он примет дружбу, то будет приходить сообщение, да, то есть, вы можете написать сообщение и, да, любое, да, допустим, как я пишу, я знаю, что это новичок этого периода, я не знаю, активировался он или нет, и я составляю свои письма, свои ссылки, то есть, каким образом, да, вот у меня есть письмо подарок новичка, ну, я его сняла все сама, все видео сняла сама, то есть, как бы, вот, письмо составила сама со своими данными, да, то есть, это тоже очень важно, чтобы ваши данные были ваши, ну, вот, пример я вам сейчас скину, чтобы вам было удобнее. Да, убрать электронную почту из кабинета, да. Валюш, это просто пример, потому что у меня кабинет опять виснет, потому что личная группа большая, я так не делаю никогда, да, то есть, новичков у директоров я никогда не трогаю, я работаю по личной группе, но вчера она была, сегодня исчезла, да, надо еще ловить момент, поэтому, да, значит, смотрите, смотрим с вами, да, далее, когда мы, так, минутку, будем, будем знакомиться, да, с Аидой, да, то есть, что я буду писать. Обычно, давайте, значит, я готовый текст закрыла нечаянно, и я сейчас пройду на свой ютубчик и возьму готовое, чтобы не, как сказать, чтобы не задерживать никого, да, пройду через менеджер видео и там скопирую уже готовый текст. То есть, я предложила дружбу, но мне нужно что-то написать, да, мне нужно что-то написать, и вот так каждого новичка своей ЛГ я, как вам даже сказать, отрабатываю. И для меня это очень важно, я это начала делать с 12%, и я считаю, что... Так, минутку. Вот этот текст. Так, вот так вот, и, значит, идем в это вот, да, в сообщество, так, где наша Аида, да, то есть, я это вставляю в готовый текст и пишу, да, допустим, здравствуйте, да, здравствуйте, Аида, то есть, я это каждому пишу, а один текст у меня готовый, просто файлик я закрыла, да, здравствуйте, Аида, да, допустим, добро пожаловать в нашу команду, так, в нашу команду, добро пожаловать в нашу команду, да, и пишу, познакомьтесь с подарком новичка, с подарком новичка, так, минутку, ой, ну ладно, познакомьтесь, да, познакомьтесь с подарком новичка, вот, и, значит, я вот вставляю вот этот вот подарок новичка в сообщество, вот, и даю все свои контактные данные, то есть, вот так отрабатываются люди моей личной группы, моей личной группы, дорогие директора, да, я нажимаю отправить, еще я подписываю, примите дружбу, так, это чей новичок, так, это не тот, так, не тот, да, то есть, вот таким вот образом, да, селитренникова Галина, я могу добавить друзья этого человека, да, второй человек, да, и могу написать сообщение, ОК, написать сообщение, то есть, чем меньше ваша команда, тем быстрее вы отрабатываете, сейчас прогрузится, вот, я вставляю, да, и пишу, Аида, добро пожаловать в нашу команду, познакомьтесь с подарком новичка, да, возникли вопросы, обязательно обращайтесь, и я еще могу написать, вот, примите дружбу, я забыла написать, да, примите дружбу в сообществе, в сообществе Фаберлик, вам будет, вам будет приходить информация, информация о акциях, о акциях, да, запятая, если вы желаете, то есть, если человек не принял дружбу, то, скорее всего, ему уже письма не будут приходить, то есть, вот такой вот готовый текст у меня примерный, да, то есть, я не достаю новичка, но я ему показываю, что я рядом, что если у него есть вопросы, замечательно, и так я отрабатываю каждого человека, то есть, что я делаю, да, давайте берем моя структура, давайте возьмем самых последних, вот, и поехали, да, то есть, вот есть люди, которые не верифицированы, да, все мы с вами знаем, что им можно отправить код верификации, я иногда это делаю, и люди активируются, я, как вам даже сказать, напоминаю о себе, вот, но прежде чем я себе напомнить, я смотрю с моей ли структуры человек, да, то есть, к примеру, берем, открываем все ссылки новой вкладки, да, вот таким вот образом, не активированных я не открываю, им все равно письма не приходят, вот они у меня открылись, и я начинаю смотреть, да, письмо не пришло, я сразу же вставляю текст, да, меняю имя, да, Людмила, можете без имени, если у вас времени мало, но самое главное, чтобы это сделать, да, то есть, меняю текст, отправляю и прохожу, предлагаю дружбу, то есть, два в одном убиваю, зайца, да, прохожу, предлагаю дружбу, забыла посмотреть, а, ну, вот моя, ЛГВ, видите, косяк, добавляю, друзья, да, и вот таким вот образом я всех прохожу, это очень быстро, и это очень хорошо действенно, потому что все мы с вами знаем, что если у новичка вбита почта, в раздел личные данные, да, а без почты мы с вами не рекрутируем, хороший пример, да, работай, показывай еще, да, ну, это Валентин, это только так, это один человек, серьезно, да, то есть, я стараюсь не вмешиваться, потому что у каждого директора своя система какая-то, есть свои фишечки, я стараюсь как-то вот, ну, не лезть на самом деле никому, вот, потому что неоднократно получала, когда лезла, поэтому я сейчас стараюсь работать только по ЛГ, ЛГ у меня, как вы знаете, большая, я сейчас посмотрела, у меня ЛГ, на самом деле, есть что поработать, так, давайте нажмем личный кабинет, личный кабинет, и вот, значит, ЛГ у меня, получается, 19 тысяч баллов, да, 19,206, ЛГ начала подрастать, вот, скоро начнут опять отделяться директора, вот, и, конечно, чтобы отработать такую ЛГ, мне понадобится несколько часов, два-три часа, да, то есть, в неделю я этому уделяю, то есть, я сажусь, это делаю, а иногда я понимаю, что у меня нет времени, да, как вы знаете, я люблю хвататься за все сразу, и я все это делаю, все это делаю сразу, то есть, я не путаюсь ни в чем, у меня и ремонт, и с ребенком мы ездим, да, везде на занятия, потому что садик у нас скоро закрывается, занятия нужны, вот, тут же я контролирую ремонт, тут же я, да, то есть, пытаюсь и вебинары проводить, и с новичками созваниваюсь, и все, и все, как бы, и хочется сказать, что вот эта вот манера моего вот этого вот общения, она мне очень помогает, она мне помогает, я, грубо говоря, я делаю много, но я с одного на другое прыгаю, и это мне добавляет энергии, потому что я меняю, как сказать-то, да, деятельность, то одна, то другая, в день, там, три разных деятельности у меня происходят, то есть, я ни сутками сижу в интернете, я как-то стараюсь делать много полезного, но различного, да, и у меня, как бы, не приходит моральная какая-то усталость, вялость, и мне это очень нравится, да, вот именно так вот жить в таком вот темпе, в таком вот ритме, вот, и, конечно, работа с сообществом, я ее открыла для себя с уровня 12%, я это работаю, каждый мой новичок в личной группе приглашен, то есть, я их всех открываю, приглашаю, закрываю, следующую страничку открываю, да, то есть, мой компьютер мне дает открыть 20 вкладок, да, там у нас 20 человек в ряд, и каждому я рассылаю эти сообщения, вы знаете, активность повышается, повышается в разы, повышается хорошо, и, как вы понимаете, люди, принявшие дружбу, от вас будут получать расписание вебинаров, они будут получать расписание вебинаров, и у вас уже не будет проблем ни с чем, да, то есть, новичок, который только пришел, и у него пик энтузиазма, три дня работы всего лишь, да, потом у него начинаются отказы в соцсетях, проблемы, блок страничек и так далее, да, у активных новичков, да, не те, которые уснули, они не могут, как вам даже выразиться, да, их надо чем-то подогревать, понятно, что если им, их не бомбят приглашениями на вебинары, да, то только, как даже вам сказать, да, только новички, которые добавлены в чат, да, в чаты новичков, в скайпе или в телеграме, только, да, у кого, у кого как, только они получают, да, и они могут зайти, а вот сообщество, это как раз для тех, кто никого не нашел, да, своих наставников не нашел, ни в одном, как бы, да, ни в одном устройстве, нигде не нашел, и получается, что новичок, как бы, сам себя отрезал от информации, с одной стороны, это его проблемы, но с другой стороны, это же человек, который может стать вашим директором, и я делаю акцент именно на новичках всегда, почему на новичках, потому что, как вам даже сказать, да, новички, это наша с вами сила, как они пойдут, еще очень интересный факт бывает в том, что я поняла, что новички, большинстве, да, большинство новичков у нас с вами, конечно же, делают ноги или остаются покупателями, это факт, да, то есть минимум, как половина, она откалывается, они не хотят идти на директорство, и это нормальная статистика, это хорошая статистика, с вами все в порядке, с нами со всеми все в порядке, это у всех так, но когда новичок корит, когда новичок желает что-то сделать, первые три дня он может вам привезти отличного человека в команду, потому что у него много амбиций, у него, он еще не устал общаться с людьми, и он может вам прям привезти директора, и у меня очень много примеров, когда директора в структуру привела не я, но мой новичок, который давным-давно ушел, да, и сейчас этот человек директор, то есть я этого директора обучала, сопровождала, так далее, так далее, этот новичок у новичка сам меня нашел, и вот поэтому я считаю, что первые 72 часа, они самые такие, как вам даже сказать, их нельзя упускать, их нужно уметь использовать, нужно держать руку на пульсе, и наши новички это наша сила, потому что именно их амбиции позволяют сделать, свернуть горы, да, вот сейчас возьмите в пример лидера, который на 9%, да, вот не знаю, согласны вы со мной или нет, отпишитесь, да, но это личные мои наблюдения, лидер на 9%, или он уже идет хорошо, или у него уже на него навалилась куча проблем, ему не хочется искать другие методы рекрутинга, а его методы рекрутинга как будто бы не так работают, как бы ему хотелось, да, у него как-то тухнет энтузиазм, он как-то вот уже более вяло начинает себя вести, там еще что-то, еще что-то, а новички это взрыв эмоций, это чистая энергетика, это крутые надежды, да, это крутые надежды, это то, что дает на самом деле очень хороший рост нашей команде, это именно новички, именно приток новичков, и чем больше у вас приток новичков, и чем лучше вы их отрабатываете, тем лучше ваш, как даже сказать, лучше ваш рост, лучше, почему, потому что низ, это всегда низ толкает верхних вверх, верхние тоже начинают просыпаться и понимать, да, ну вот, вот таким вот образом, я вам сейчас за полчаса рассказала работу с сообществом, вот, вышли из ситуации, да, подоставали новичков у директоров, вот, и, конечно же, отрабатывайте людей таким образом, знакомьтесь с ними, высылайте скайп, вайбер, ватсап, высылайте странички в соцсетях, высылайте ссылки на свои группы, а кто-то пройдет, кто-то вступит, что получается, получается что, допустим, я в прошлом, с прошлого каталога решила поздравлять вип-консультантов и всех в своей группе, да, в своей группе, и, значит, эту группу я решила сделать как бы как брендовую, я посмотрела, там 10 тысяч участников сидит, да, очень хорошо, и я подумала, я сейчас буду там поздравлять, новички будут в моей личной группе туда заходить, им будет интересно, что это за группа, да, вот. Вот, в скайпе фишку отправила, ну, Ириш, пиши тут фишку, пиши тут фишку, да, и мне очень-очень интересно, и это очень понравилось тем, что вот именно мы сможем с вами новичков вот этих взять, они вступят в группу, потом они будут... Антон как раз прочитал, и мне тебя надо гуглить, искать. Написать сообщение, а что, какие тут, Ирина, сообщения? Мы этим и пользуемся, написать сообщение, но если новичок этого каталога, ему не приходят сообщения. Ты, наверное, Ириш, не сначала, да, сидишь? Этим мы пользуемся, этим мы пользуемся, и это уже все есть, на это видео снято, это все есть, да, да, да. Это у нас уже чаты, как получается, у нас есть чат для рассылки писем по базе, там есть директора, и все мы с вами знаем, что сообщество можно только через сообщество рассылать по личной группе только, да, то есть всей структуре уже не получится. А, уже ответил, да, вот, Ириш, и, конечно же, у нас директора рассылают письма о вебинарах, рассылают письма обо всем по своей команде, но дело в том, что директора, да, если у них уже приток, допустим, 500 человек в каталог, они уже физически, как вам даже, да, то есть там тут везде много работы, физически могут не успеть что-то упустить, что-то не так сделать. И получается, что вот мелкая информация и вот это вот мелкое знакомство, которое оказывается в итоге самым важным, оно вот как раз идет через вот эту вот, да, рутинную работу, да, вот как раз через вот эти вот мелкие сообщения, которые вот лично я сижу и делаю каждый раз, да, я сижу и делаю, и я считаю, что вот с мира по нитке и в целом получается хороший результат, да, кого-то достают письма, кого-то достают звонки, кого-то мы достаем через сообщество, да, то есть если вы хотите быть хорошим наставником, вы должны получать огромный поток вопросов и, конечно, не бояться этих вопросов, и чем больше вам задают вопросы с разных краев, да, с разных сторон, тем более подкованнее вы и увереннее в себе становитесь, и, конечно же, люди будут считать вас надежным лидером, если вы отовсюду их достанете, и они могут в любой момент вам отписаться, да. Очень много людей, допустим, вы разослали какие-то письма, какие-то вебинары, и им что-то клюнуло в голову, да, я так же хочу, да, я так же буду, да, то есть человек может не работать месяца два-три раз, и он заработал, и вас нашел, и все в порядке. Дело в том, что это благодаря вот этим вот всем оповещениям, да, отработка письмами, отработка, вот, Анна Атомас недавно создала видео, просто шикарное видео каждому писать в Вайбере, да, у кого он установлен, вот. И, конечно, вот это все совокупность, да, действий там, тут, тут, отовсюду, да, мы достаем новичков, в итоге получается, что мы держим свою команду около себя, потому что одно дело нарегистрировать, другое дело сопровождать и, как вам сказать, сопровождать и ограждать их от всего, да, все мы с вами знаем, что сейчас нас сильно начал бомбить Эйван, да, то есть Эйван в каком плане бомбит, ой, у них там гонг, новички не знают, что это такое, да, то есть нам нужно с вами к новичкам быть внимательнее, оповещать их информацией, все же мы зарабатываем денежку с роста наших новичков, поэтому рост наших новичков для нас должен быть превыше всего, да, и, конечно, вы понимаете, что наши новички – это наша сила, чем больше приток новичков, отработанных у нас в команду к нам идет, тем мы с вами выше, да, и вы это должны понимать. Да, да, Люда, если нет директоров в структуре, не надо фильтровать личную группу, просто вся структура и начинайте, к каждому пишите сообщение. Вот, далее, что я вам хочу сказать, вот это вот письмо, которое я рассылаю каждому с подарком новичка, я его потом меняю, я его, минуточку, вот что у нас с вами получается, я меняю это письмо, я его редактирую, да, вот зайдите, да, сейчас вот в это вот письмо, те, кто это не умеют, да, сейчас будут уметь, то есть, создав это письмо один раз, оно у вас будет по этой ссылочке. И фишка этой ссылочки в чем? В том, что новичок, допустим, зарегистрировался в этом каталоге, а письмо открыл в следующем, и там уже как будто бы получается старая акция новичка, так? Вот, и чтобы у вас не было этой старой акции новичка, а так как эта ссылка уже отправлена, и она работает, и на полгода вперед она будет работать, то есть, ваш новичок до терминации может открыть это письмо в любой момент и посмотреть, да, его. То есть, мы с вами, вот сейчас я уже тут поменяла на восьмой каталог, да, фишечку, то в следующий раз, да, я, допустим, буду уже составлять девятый каталог, да, к примеру, я тут исправляю по девятому каталогу, ставлю цифру 9, да, и пишу дату, с какого, да, по какой мая, июня, да, будет действовать этот каталог, а потом я, значит, меняю картинку, потом я, значит, меняю вот тут вот видео, и меняю суммы, да, суммы, и все это меняется, так, минутку, и все это меняется, и у вас уже не будет проблем. То есть, новичок, который у вас открыл письмо не в тот каталог, который вы ему послали это письмо, он всегда будет получать актуальную информацию. То есть, в воскресенье вечера я обычно меняю, да, тут я поменяла пораньше, потому что все вы знаете, что у нас Олечка Дубяга уехала рожать, и я понимаю, что, и не думала, что она там будет в роддоме письма составлять, я решила все начать составлять, менять сама, заоднаким, да, а тут я смотрю, Оля уже шуршит, говорит, мне там скучно, я еще не родила, меняют письма, вот, и знаете, самое классное, когда лидер, допустим, перед терминацией заходит в кабинет, и, допустим, или на почту, начинает там ее чистить, еще что-то, и вот эти вот письма, они в спам не попадают, он может пройти, она может и в роддоме писать, да, вот, она может пройти в, ну, как новичок, да, может пройти по ссылке по этой, и там будет всегда актуальная информация, то есть, оно меняется, вы это сами будете менять, а ссылка будет оставаться прежней. Знали ли вы все про эту фишечку, да, и вот таким вот образом, когда вы отрабатываете людей через сообщество, вы просто эту фишечку, это вот, это письмо меняете, вот, вы можете это письмо просто менять в нескольких местах, а оно будет оставаться прежним. Ну, то есть, вот таким вот образом, тишина такая, не поняли? То есть, смотрите, все вы умеете, понятно, да, все вы умеете составлять письма с гугл диска, кто умеет, поставьте плюсик, кто не умеет, поставьте минусик. Так, я поняла, переварила, да, ну, Маш, хорошо, все умеете, да? Все вы знаете, что к этому письму, это письмо можно редактировать. Отредактированное письмо, оно будет новым, а ссылочка остается прежней. Так, так, вот, ссылка осталась прежней. Вы отрабатываете новичков через свое сообщество, им дублируется информация и в сообщество, и на почту, да? Если он очкает в бита почта в личном кабинете, ему дублируется в два места информация, если вы ему предложили дружбу, так? Вот в этой информации мы посылаем вот такое вот письмо, да? Вот это вот письмо, да, но это не просто с ссылочкой, то есть мы с вами пишем красивый нормальный текст. В этом тексте вот будет постоянно фигурировать одна и та же ссылка, то есть вы можете пользоваться хоть год. И когда, допустим, новичок пришел в этом каталоге, открыл ваше письмо через три каталога, да, он еще не терминировался, но еще и не активировался, он заходит, и у него там актуальная информация по подарку, а не, допустим, информация по восьмому каталогу, да? Она может быть актуальна по двенадцатому, потому что ссылку вы не меняете в рассылке через сообщество, а вы меняете все в ссылке. Поставьте, пожалуйста, плюсики, потому что это важный такой момент, который мне очень нужен. Нужно, чтобы вы поняли, что отрабатывать простыми текстами хорошо, но лучше бы послать про акцию новичка. Все, да? Отлично, отлично, я очень рада. Вот, и вот, в принципе, таким образом я работаю через сообщество. Скажите, пожалуйста, полезна ли вам была данная информация? Потому что я вам рассказала в этот раз все. Отрабатывайте своих людей, желательно их отрабатывать раз в три дня, предлагать им дружбу, знакомиться с ними, писать им. Именно наши новички, наши дорогие новички, новоиспеченные новички несут нам ту энергию в нашу команду, которой не хватает уже топ-лидерам. Именно их нужно беречь, именно их нужно вдохновлять на подвиги, и именно их нужно собирать на вебинары. Да, потому что только низ даст рост вверх, да? Только низ может разбудить спящих, которые вдруг вышли на 3, на 6, на 9%. Оба-на! Начинают работать, начинают просыпаться, начинают шевелиться, начинают интересоваться маркетинг-планом, да? То есть мы с вами должны понимать, что низ – это наша сила. В чате топ-лидеров я скину, и еще я скину, так, вот, в этот файлик я пошлю. Тут все наши записи, я уже провела много вебинаров, наш курс для топ-лидерства, как сказать-то, уже скоро будет подходить к концу, то есть я сделаю какой-либо перерыв, накоплю несколько тем, потом снова его возобновлю. Вот, мне бы хотелось немножко сделать сейчас удар на новичков, вот, а перед поездками мы с вами, если темы какие-то, так, я потеряла, да, если темы какие-то получатся, вот этот наш файлик с вами для топ-лидеров, и там все записи вебинаров, которые мы с вами проводили. Этот курс начался еще до Нового года, и почти каждую субботу мы с вами тут собираемся. Когда на 40 минут, когда на полтора часа, когда что. Дорогие девчата, прошу вам задать вопросы. Если нет вопросов, отминусуйте. Вот, и скажите, кто так отрабатывал свою структуру, кто знал про эту отработку? Кто знал, кто не знал? Катюша. Катюша знала, да? Только по акциям и вебинарам. Ну, вот мы с вами должны понимать, что новичкам этого периода письма не приходят. То есть, все, кто в этом периоде зарегистрирован, они получат первое письмо только после 12 ночи по МСК, первый день каталога нового. Как письма со знакомствами могут прийти? Два одинаковых. Нет. Нет, они не придут. Вы же просто знакомитесь. Если рассылать друзьям и по личной группе, то да, будут письма дублироваться, будут два письма одному и тому же человеку шлепаться в сообщество. И если директор рассылает письма, ваш директор, я тут была шокирована, что не все директора зовут новичков через сообщество на вебинар. Честно сказать, для меня это вообще как бы, да, то и третье письмо может шлепнуться еще от директора сверху. Поэтому я вас призываю просто знакомиться, просто о чем-то их оповещать, что-то такое необходимое писать. И, конечно же, спрашивать, приходят ли им письма от директора. И если, вот понимаете, вот этот первый каталог работы через сообщество, их нужно поддержать. Это все бесплатно. Да, это все бесплатно, это все в спам не попадает. Это альтернатива рассылки, альтернатива знакомству, потому что новички первые три дня особенно, они любопытные, они все везде читают, открывают, им это нравится. и просто подхватить их в таком моменте и поддержать их, и сказать, что если что, я рядом, да, вот мои данные, это очень даже хорошо. Галина, да, могут дублироваться, могут. Это правда. Ага, ну все, вопросов нет. Задайте, пожалуйста, вопросы, потому что я все это беру из головы, я к вебинарам давным-давно уже не готовлюсь, и у меня что-то в последнее время после вебинара, так, блин, вот это надо было сказать. Задавайте вопросы, вы не стесняйтесь, пожалуйста, потому что эти записи вебинаров будут смотреть ваши будущие топ-лидеры, и я буду очень рада, если мы с вами обсудим все темы. Вот. Нету, да, больше вопросов? Так, ну что ж, тогда я вам желаю удачно подтвердиться, удачно подрасти. Я думала, что мы не подтвердим уровень прошлого периода, потому что туго-туго в этом каталоге было, и туго у всех, я спрашивала у всех подряд директоров, и с земли, и с интернета, да, мы много с кем дружим после Шри-Ланки, и хочется сказать, что земля опять осыпалась, да, как нас называют, интернетчики, конечно же, большинство стоят на месте, подупали некоторые, но это нормально, но вы знаете, вот эти вот акции, и я сейчас видела взрыв. Если вы этим не воспользуетесь, я не знаю, это просто смешно. Смотрите, значит, новичку приходит 200 рублей, да, у него скидка 20%, ему 200 рублей, да еще и он в следующем периоде забирает пачку порошка, и от 5 бонусов, да, там какие-то маски есть, да, то есть он может еще маску там забрать, или за 5, за 10 бонусов в подарок. Если каждому новичку вы позвоните и все это скажете, ну, это просто будет взрыв у вас по росту. У кого не было взрыва по росту, тот просто не понял действия этой акции или поленился. Реально поленился. Просто сделайте это, и вы поймете разницу. Или вы ничего не делали, или вы это сделали. Потому что тут уже, ну, конечно, тут еще нужно постараться доказать, что это правда, потому что слишком много компания начала давать нашим новичкам, да, и вот у меня тут нянечка, да, которая работает, говорит, о, мне смс-ка пришла, пачка порошка, побежала, побежала заказ набивать, да. То есть такая радость, она говорит, что, просто так, что ли, обалдеть, говорит, пачка порошка, здорово, говорит. Вы понимаете? Просто так, да, за то, что человек делает ежекаталожные заказы, он решил сделать заказ позже, ему пачка порошка в бавах упала. Она говорит, блин, ни за что в магазин не пойду, буду только тут покупать, да. То есть, как вы знаете, что смс-ки про эти акции разосланы, но все равно лидеры не понимают, да. Они заходят, да, да, прирост, прирост это хорошо, Валентиночка, да. Вот. А, только в России разве, думаете, нету пачки порошка в других странах? Ну, тогда хорошо, нужно Россию сортировать и все. Тогда звонить меньше. Ну, у нас у всех с вами структуры разношерстные, поэтому все равно надо отсортировать Россию. Вот мы тут с Колей разговаривали, с Колей Андрейко, он говорит, у него больше России в структуре, чем Украины. Вот. В Казахстане тоже 1000 тенго, скидку давали. Да, хорошо, вот. Да. То есть, надо просто посмотреть это все по разным странам. Ну, я, вы знаете, вчера на пробу обзвонила 10 человек, да, у меня работает девочка, она звонит, да, я как звонила. Здравствуйте, вас беспокоит Анна Кононова. Вы знаете, что, да, то есть вы зарегистрированы в компании Фаберлик, и сейчас идет акция. Компания ее выдала нам вчера, поэтому я экстренно всех обзваниваю. Обзваниваю, хотите ли вы, чтобы я вам рассказала, то есть я решаю из-за человека, да, как бы так, кавычка, хотите ли вы, чтобы я вам рассказала, как забрать 20% скидку, пачку порошка и, к примеру, скидку еще 200 рублей, это у компании Фаберлик Бонус, да, то есть вы попали в этот розыгрыш, давайте мы с вами будем забирать, вы сами это все увидите, да, вам рассказать как. Да, то есть она, да, расскажите, я говорю, заходите под своим логином, паролем в кабинет, верхний правый угол, там есть каталог, набираете на такую-то сумму, так, я уже забыла, текста готового у меня нет написанного, да, перед глазами, да, набираете на такую-то сумму и перед утверждением заказа вы смотрите, списались ли у вас 200 рублей. Пачку порошка вы будете забирать в следующем каталоге вместе с подарками по программе Фаберлик Клуб. Вам ваш наставник рассказывал про подарки Фаберлик Клуб? Нет, как нет, давайте я вам расскажу, то есть у меня на каждого человека уходило минут, минуты по 4, по 7. Я поняла, что я вот взяла выборочно людей и что все пятеро были не отработаны, все пятеро были не отработаны, причем как-то вот люди попались из разных, да, из разных веточек, я поняла, что просто кто-то занимается переписью населения, да, потом жалуется, почему он растет, а он нет, не растет, да, то есть я вам сейчас показала сравнение, вы, пожалуйста, если людей регистрируете, вы их любите, вы их любите, вы им все рассказываете, вам не будет в минус, если человек полгода будет получать подарки по стартовой программе. На самом деле вы будете рады, да, то есть все же у нас профессия с вами информационного менеджера, а не просто так, да, зарегистрировал, отправил файлик, все, пошел следующий регистрирует. Да, у нас идет какой-то принцип конвейера, но нам нужно дать все качественно, а потом уже идти искать следующего. Поэтому я вам говорю, если вы научились, зарегистрировали человека и научились отрабатывать одного в день, только тогда вам нужно брать 2-3 регистрации в день, если вы успеваете отработать всех, потому что зарегистрировать человека это одно, подписать на рассылку, предложить ему сразу, можете дружбу в сообществе, чтобы он от вас письма какие-то получал, да, рассказать об акциях, о подарках, позвонить, 5-7 минут человеку времени уделить, рассказать, что все официально, легально, белые доходы, бизнес передается по наследству, какие ему подарки положены, что правда их дарят. Почему эти подарки такие классные? Потому что в магазине столько не дарят, да, вы заметили, что в магазине столько не дарят. Им становится подозрительно, почему столько дарят, да, у меня очень часто такое бывает, что они подозревают. Я говорю, что ну как, вам же приходится 3-5 дней ждать, неделю ждать. Компания же понимает, что вы заказываете кота в мешке, вы же еще не знаете продукцию, а я вот вам расскажу, да, то есть один раз хотя бы позвонить человеку, да, 5-7 минут, там, ну 12-15, там, сколько, иногда бывает полчаса у меня уходит. Но я стараюсь побороть все сомнения, стараюсь побороть все вот эти вот разговоры о чем-то, да, о левом, да, там, допустим, всегда говорю, что компания не тестируется на животных, все по ГОСТу, все по Санпину, компания, собственный завод, 45 тысяч квадратных метров, свои патенты, да, то есть вот эту чушь, эту ерунду, которую мы уже с вами выучили все наизусть, и просто рассказываю тем, кто про это не знает. То есть способ общения у меня очень легкий, я просто говорю правду. И попугаем, наверное, я работаю попугаем, почему попугаем, потому что одно и то же, я рассказываю каждый день, и текст я уже заучила до такой степени, что когда мне говорят, Аня, дай мне текст созвона, я понимаю, что я не знаю. Я ориентируюсь на интонацию человека, да, я составляю этот текст созвона, да, я его скидываю, но я, если честно, не понимаю, как можно по-готовому что-то сделать, потому что я уже, вот, я желаю вам, дорогие коллеги, вот, чтобы у вас вот этот опыт общения появился, он бесценный, и, конечно, у вас будет очень хороший рост вместе с опытом общения. Отрабатывайте свои структуры. Я считаю, что вы можете на много сотен баллов увеличить свой рост, и, конечно же, на несколько тысяч больше получить по итогам каталога, если вы на самом деле заинтересованы в росте своих новичков, в их подарках, если вы на самом деле заинтересованы в том, чтобы люди думали о компании Фаберли как о позитивной компании, да, если вы доносите условия акций, это очень важно, да, когда новичку сказали, вам вот пачку порошка подарят, да, и он ждет эту пачку, да, сидит у моря погоды, а некоторым рассказывают, что нужно сделать это, оплатить до такого-то числа и заправить в следующем каталоге там-то, да, то есть на выбор. Вы будете забирать на выбор, какую вам понравилась, да, то есть манера общения у каждого своя. Нужно доносить, доносить до новичков и, конечно, отрабатывать свою структуру письмами, чтобы они понимали, что вот последний день, допустим, каталога, все, эта акция сгорит, если вы не заберете. Так и писать правду. Она сгорит, если они не заберут, сгорит, да, то есть многие люди это не понимают. Вот. Да, я этот анекдот, кстати, очень полюбила, да, потому что только попугай, да, повторял за своим наставником и быстро вырос. Вот. Ну, конечно, да. Ну что ж, дорогие коллеги, вопросов, я думаю, у вас нет. Желаю вам отличного подтверждения. Я считаю, что с такой акцией, какую компанию Фаберлик под конец выпустила, просто невозможно обвалиться, просто невозможно не вырасти. Если вы любите своих людей, любите свою структуру, вы это сделаете. Сделаете это легко, да, все вы знаете, что у кого есть в команде топ-лидеры, да, с 15% вы можете дать список людей им, и они обзвонят вашу структуру. То есть теребите сами своих топ-лидеров. Есть топ-лидеры, которые не сворачиваются с места, не сдвигаются. Но новички их так толкают, что они выходят на директоров. Да, то есть есть такие новички, которые вот на самом деле расшевеливают своих лидеров, и они начинают работать и приносить и вам в команду результат. Это тоже нужно понимать, что новички разные, топ-лидеры разные, директора бывают разные. Кто-то заботится, кто-то из директоров берет все на себя и ничего не успевает, а кто-то умеет делегировать, и их новички намного лучше растут, чем у тех, кто берет все на себя. Поэтому да, давайте, да, вот на самом деле закаляйтесь, созванивайтесь с людьми, общайтесь с ними. Я считаю, что вы будете только в плюсе. Вы приобретете бесценный опыт общения и на несколько тысяч больше выплаты. И то уже вперед. Пусть будут, закажьте себе какую-нибудь там, не знаю, водостойку, новую крутую помаду, да, или какое-нибудь платьишко. Поэтому да, я желаю вам во всем вдохновения, во всем энергии. Я хочу вас, чтобы в вас жило, знаете, вот такой спортивный интерес. Вот мне очень хочется видеть именно вот спортивный интерес, какой-то энтузиазм, какую-то вот, какую-то энергию, да. Вот именно она дает нам новые какие-то идеи, какие-то новые выражения, которые начинают работать. Да, ну все, давайте, пока-пока. Болтать я люблю, вот, поэтому уже отключаюсь. А то я вас сейчас на два часа замочу. Вопросов точно нет. Отминусуйте, пожалуйста, что нет вопросов. Так, вопросов пять. А, это другие вопросы. Нету, да? Ну все, тогда отключаюсь. Спасибо. 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 Продолжение следует...